Он, наверное, здесь, скорее всего, и живет. Он сейчас вылезет, покормится, поест и опять туда в норку спрячется. Вон дальше тоже большая кормовая нора. Сурок его главный враг. Фермер Сергей Муренко чуть ли не всех своих мучителей в лицо, то есть в морду, знает. К животному предпринимателя целый список претензий. Главное, зверек на корню съедает целые поля подсолнечника. Это его любимое лакомство. Ежегодный ущерб около 200 тысяч рублей. В некоторых районах, где сурков особенно много, фермеры теряют миллионы. Он ест у тебя подсолнечника. Вот с каждым днем приезжаю и смотрю на поле. Он дальше, 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 дальше. И сделать ничего невозможно. Только приедешь, посмотришь, за сердце похватаешься. И все. Вот поле подсолнечника, на котором поселилась семья краснокнижных животных. Пол поля есть, пол поля нет. Зверек оставил лишь пару ростков. А вот главный виновник всех бед саратовских фермеров. Весело посвистывая, сурок поглядывает на нас. На месте бывшей человеческой деревни животные построили свой сурчинный город. По подсчетам фермеров, здесь сейчас проживает около 100 особей. И все, как один, хотят есть. Два года назад герой нашего сюжета рискнул и посадил здесь французский подсолнечник. Заграничный деликатес пришелся суркам по вкусу. Ущерб составил 12 тонн семечек. Поэтому теперь наш фермер сажает здесь исключительно отечественный ячмень. Российское зерно сурок явно не так любит, как французские семечки. Правда, наши наивные попытки выманить зверька, обещая импортное лакомство, тоже не прошли. Эй, выходи, вредитель. Я тебе семечку дам. Французскую. Сурок Байбак исключен из Красной книги Российской Федерации. Отнесен к охотничьим ресурсам. В то же время из Красной книги в Саратовской области сурок исключен не был. Судьбу сурка решают на самом высоком уровне – на заседании Комитета по охране окружающей среды. Чиновники предлагают вывезти животное из региональной Красной книги и разрешить его отстрел. На территории области сегодня насчитывается около 40 тысяч особей. Ученые не против, но к идее относятся настороженно. Если численность очень низкая, то на основании этого критерия мы и вводим в Красную книгу. Если численность восстановилась, то мы и вывозим. Численность сейчас в настоящее время нормальная. Но она может оказаться очень визитимой. Вопросы с исключением сурка из Красной книги чиновники обещают решить уже в начале июня. Если затянуть, спасать будет уже нечего. Прожорливый грызун съест все посевы. Своих маленьких врагов Сергей по привычке высматривает в бинокль. До этого он все время проигрывал битвы с краснокнижными зверьками. В этом году рассчитывает выиграть. А сами будете отстреливать? Да. Я ему отомщу. Ольга Маркова, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.